Здравствуйте! Добрый день! Орловская Откуда он такой, Орловская? Не могу рассказать, не буду Откуда такой красавец? Наверное, откуда их возят Хреновское Хреновское Или вы, наверное Ну, кто первый? Мы таких знаем Давай, Лиза Шлем, пожалуйста Одевайте Можно, конечно, туда волосы Михаил Юрьевич мне объяснил, что По ипподробу покатать А сколько ему лет? Восемь Сейчас будет Учебная прогулка У Елизаветы Готовят Видите, обязательно Техника безопасности Тихо Боримся Каска Все Да не бойся Сзади подрегулируй Там себе Ага Как тебя зовут? Лиза Лиза Не бойся, ничего Он совершенно спокойный Я буду его держать в руках Не забыл Вот Держи здесь И здесь Ногу сюда левую На полу Затягивайся И подтягивай себя Поехали Давай, давай, давай Вот молодец Все Оставляй ноги здесь Там тоже? Да Глубоко не засовывай За широкую часть ступни Что заснял Все Слезай Смотрим А knocked Смотрим Смотри как красивый, да, конь Ой, сейчас Видишь? Природа как его сделал Смотри как прям Лиза, спинку выпрями Типа Мы пятками глубока Кто-нибудь делал Нарсобок возгоняет Да, Севос, в лобода Обратно домой У нас постой У нас халпийный завод московский но все равно хочет к своим сородичьем предком о доброе утро доброе утро но подбородок подними лиза это второй раз два 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 вот иди под колено паралет и жарни на поле а на поле ложкой породы бегает еще да, сладкий ты же никуда не падаешь у тебя есть уход ногами упирайся вот попробуй упирать надеими ногами а пяточку подтянуть вниз не напрягайся ты можешь даже пристать да нет не сейчас давай мы пропустим лошадей с экипажами у меня так дышать заставить лошадь лошадь это друг человека это все прогресс а изначально единственное передвижение было средство это лошадь пешком или лошадь все и это кстати для здоровья очень хорошо полезно все группы мышц участвуют в процессе когда ездит вверхом человек включаются все головные шейные позвоночные и дальше у тебя должно быть полное ощущение складываться что весь твой центр тяжести уходит в пятку то есть пяточка должна смотреть вниз когда сзади по ноге идет мышца если ты на самом деле тянешь пятку вниз то начинает сзади болеть эта мышца так что мы ее не чувствуем а когда тянешь пятку вниз тогда она начинает чувствоваться эта мышца вот эта мышца она тебя притягивает как бы ты плотнее сидишь в себе вот смотри теперь ты берешь оба повода вот смотри да есть левый повод есть правый повод да нужно держать его между безымянным и мизинцем вот такой рычажок рычажок делаешь да да вот так только хвостик остаток смотрит наверх вот да и его нужно теперь оба повода перехватить так чтобы руки были вот здесь перехватываем вот здесь и с другой стороны точно так же да он может конечно наклонить голову и у тебя выскользнет повод но все время его нужно подбирать вот до такой степени чтобы у тебя было управление вот так если ты сейчас потянешь оба повода мягенько на себя то конь встанет это команда отсланут вот а теперь если ты прижнешь оба обе ноги вот это место вот вот так раз назад обе ноги он пойдет вперед вот а я так делаю тогда попробуй опять оба повода на себя вот вот теперь руку смягчай а ногой его двинь вот и пяточку опять возвращай вниз то есть пятка должна смотреть вниз не наклоняйся вперед держись как царевна королевна ты же на лошади тем более не Елизавета Романовна тем более вот да еще под чутким руководством самого Эльбруса правильно правильно ты представляете а конь у нас орловский рысак Борис да Борельеф 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 мы будем говорить уже так Борельеф посмотрите ну правда красота роскошный роскошный да красивый а если ты какая-то команда с таким побежала конечно вот ту команду которую я тебе показал эта команда как бы ты обнимаешь лошадь как будто ногами да тут руками можно да человека обнять а тут ты стараешься ногами его раз обняла не получается эту команду нужно усиливать тнуло да этими местами то есть внутренняя часть ноги вот шейкин от пятки до конца икры это этим местом ты пац его немножечко если он не слушается то ты еще сильнее его раз поактивнее прижал то есть давайте сделаем так чтобы он чуть подальше пол от меня можно правый пол потянуть вверх вот а левый при этом не бросать еще еще вот вот попробуй опять да снова на себя вот и опять поехали ну все только не забывай луху при этом нужно вперед да чтобы он мог место именно возвращай его опять вот 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 крутых как ты лиза увидел коня и подумал что это страшно а он увидел лужу вот 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 смотри у тебя верховой язык заключается в том чтобы максимально расслабиться то есть поясницу нужно расслабить до такой степени чтобы вот нижняя часть на твоего корпуса ходила вместе с конем ну это я ходу вокруг поэтому он и кругу а ты можешь подальше круг делать пошире да правый повод потяни посильнее перехвати повод покороче чтоб тебе руками не приходилось разводить то есть все управление должно происходить вот сейчас у тебя руки вот так раз позвала раз позвала и опять исход поехали тихонечку шагом двинь его плечи назад правый повод тяни посильнее чтобы он чуть подальше от меня шел вот так вот и все и периодически ногой его обнимать показывая ему что мы дальше гуляем мы шагаем да соответственно то что твой вопрос на тему чтобы он быстрее побежал что нужно сделать это просто-напросто его нужно шенкинуть тем местом которое я тебе показал двигаешь он начинает идти быстрее еще сильнее двигаешь он бежит уже рысью следующий аллюр после шага в этот момент когда лопат идет выше у нее спина смотри вверх-вниз вверх-вниз и вот в это время тебе нужно будет привставать да привставать называется облегчаться облегченное вот попробуй сейчас привстать да еще раз еще раз только руками не пользуйся руки это только орган управления то есть руками ты только показываешь это ни в коем случае нельзя использовать как ручку это орган управления давай еще выше вытянешь еще вытянешь постойно не страшно? не так напрягаются ну? не так садись еще раз еще раз вот первое время если мы сейчас приступим на рыси как мы захотим поработать то первое время можно будет держаться вот за эту штуку за меховушку да? чтобы понять поймать этот ритм когда нужно вставать и насколько часто это делать да? встал-сел встал-сел то есть нужно прям считать себе как вот допустим физкультура да? проходила то есть там как раз-два раз-два то есть здесь тоже вот на раз-два раз-два отстаешь садишься поехали дальше потихонечку не знаю я вот смотрю как резвич с лошадкой она ее сама тормозит да? да сейчас не могу вот так вот так вот так и использовать вот так амортизатор то есть тебя раскачивать и раскачивать то вверху заранее это куда встал встал и встал и встал и встал и и встал и очень много всего делать одновременно наверное еще с машиной не машина не но бывало бывало? там тоже там тоже очень много нужно делать одновременно смотри включать поворотники давить на медали крутить руль здесь все то же самое здесь ты должна поворачивать коня толкать его при этом еще облегчаться навести да? когда все ее садится и при всем при этом еще контролировать что у тебя происходит вокруг потому что бывает так что в манеже или на площадке бывает 3-4-5 голов лошади и все всадники как правило начинающие да? и чтобы не получилось лошадиное ДТП нужно все время контролировать что вокруг обходить обходить вот так вот молодец уже сидит ровно уже похвально то есть старайся все время себе напоминать плечи шире сиди грудь колесом и расслабленные поясники все пока для тебя вот эти все задачи нужно освоить и их контролировать да? а что за буквы К А это просто фирма которая занимается пошивом всяких уздельчик все амуниции для всадника там называется Кингслон а Кингслон да это машинка для рецепт для перекуски лошади это вот как раз рысаки из других разных ипподромов потому что завтра будут бегать поэтому потихонечку привозят ставят в карантин с карантина уже запрягают вот он молоденький пришел завтра будет испытываться третий в рак в в в в в в Субтитры делал DimaTorzok А карантин для каких целей? Карантин для тех целей ставят на две недели, берут кровь, проверяют, нет ли каких-нибудь болезней и так далее, чтобы не разнести по всему ипподрому. И, соответственно, если есть что-то, прокалывают, делают прививки и уже распределяют по другим конюшням. Но еще используется карантин как для приезжих лошадей, которые вот так приезжают с других ипподромов исключительно на соревнования, на бега. То есть рысаки, у них бега. Вот качалка проехала сейчас, экипаж. Вот это рысаки. Они бегут только рысью. Скачки это же уже гладкие скачки, когда они бегут с головом. Это уже чистокровная английская порода, которая испытывается вот на скорость. Но тоже в упряжках есть? А, это уже с наездником, без упряжки? Наездник как раз вот в качалке. А, в качалке. А верхом, когда они называются жокеем. Ага. То есть... Вот. Жокеи с нами. Рысаки. Наездник. Он, интересно, сейчас чихнул или возмутился? Нет, он просто выдохнул. Нет, бывает. На самом деле, когда вот так выдыхает, он расслабляется. То есть, ему это удовольствие. Да, сейчас зайдем на эту площадку. Хоть там и лед, но он на шипах. Насколько мы здесь, думаю, сходить не будет. Мы попробуем поездить рысю и так далее. Если ты не хочешь. Ну, а не хочешь? Нет. Я тебе все расскажу. Ну, я думаю, что все получится. Я думаю, что все получится. Ну, окей. А что ж с нами-то не пошли? Влад и все остальные. А можно им позвонить и сказать, чтобы они пришли. А куда они должны прийти? Как нас? Они должны спросить, где карантин. И двигаться в сторону карантина. А оттуда уже повернутся право до Плаца. Пусть спросят у любого, где карантин, и им покажут, куда идти. Компироп. Пусть спросят. Все остальные. Компироп. Похожие. Компироп. Продолжение следует...